Привет! В нашей программе только актуальная информация, которую мы рассказываем просто и понятно. И сегодня это. Уйдут ли полисы ОМС в привычном для нас виде в прошлое? Что такое единая аквитанция ЖКХ и когда мы ее получим? Зачем нужен единый расчетный центр? И станет ли нам с вами проще платить по счетам за коммунальные услуги? Я Леонид Филиппов. Давайте начнем. Что ж, ну а начнем мы с информации, которая может вас легко шокировать и заставить белое, например, называть черным. Проще говоря, с фейков, которых в последнее время стало слишком много и некоторые из них действительно требуют подробного разбора. Не прошло и пары дней, как наши археологические раскопки в яме с фейками дали результат. Мы снова нашли вбросы про коронавирус. И эти вбросы появились не год назад, а на этой неделе. Давайте же с ним и познакомимся. В Костромской области непривитых школьников не пустят на новогодние елки. Данная информация якобы поступила в одну из местных школ из поликлиники. При этом ни номер образовательного учреждения, ни номер медучреждения не указывался. В новогодние елочные представления не будут пускать детей в возрасте от 12 до 17 лет, не привитых от COVID-19 и не привитых от гриппа детей младше 12 лет. Все это делается, чтобы сдержать новую волну коронавируса. Это самый классический вариант фейка в действии. Обещают снова всеобщие ограничения, прививки, болезни и многое другое. А в качестве источника опять упоминают поликлинику, больницу, доверенный источник. Но никто его не называет, ссылок на него нет. Все должны поверить честному слову человека в интернете. Если бы эту новость запустили года полтора назад, то она людей бы напугала. Ведь тогда тема ковида была, к сожалению, актуальна. Сегодня же такие вбросы и новости вызывают больше раздражения, чем волнение. Разобраться в ней крайне просто. В интернете по первому же запросу находим официальный ответ от администрации города Костромы, который гласит, никаких ограничений для детей нет и не планируется. Департамент здравоохранения той же области добавляет, что из Роспотребнадзора не было ни одного указания. Поэтому все сообщения иного характера просто чушь, которые пытаются людей напугать. Продвигают все это в социальных сетях, в том числе и ВКонтакте. И, конечно же, в виде картинок. Поэтому я снова повторюсь, всю информацию в интернете проверяйте трижды. И ни в коем случае не доверяйте ей сразу, как только увидели. Ну а теперь поговорим о новостях, которые за эти сутки стали самыми важными для нашего города и не только. Полисы обязательного медицинского страхования в привычном нам виде уходят в прошлое. С сегодняшнего дня россияне смогут оформить его цифровую версию. Это даст возможность проходить лечение в поликлиниках и больницах без ненужной бумажной волокиты. Взрослым достаточно будет предъявить паспорт, а детям до 14 лет свидетельство о рождении. В Федеральном фонде обязательного медстрахования рассказали, что электронный полис могут получить граждане, которые застрахованы в системе ОМС и вовремя актуализировали данные о документах, удостоверяющих личность. А само получение выглядит довольно просто. Новорожденные будут получать документ нового образца автоматически после регистрации в ЗАГСе. Таким же образом в реестр попадут и те, кто получил российское гражданство. Все остальные могут подать сразу два заявления о включении в регистр с выдачей нового полиса и на выбор страховой медорганизации. При этом, подчеркну, оформленные ранее физические полисы действовать продолжают и замены не требуют. А уже через год бумажные документы не понадобятся матерям-героиням. Единовременные выплаты за присвоение этого почетного звания можно будет получить без сбора справок. Проект постановления об этом для общественного обсуждения разместил Минтрут. Документ предполагает, что необходимые сведения о матерях-героинях органы соцзащиты будут брать из единой государственной информационной системы социального обеспечения напрямую. Для этого получательница должна будет дать согласие на предоставление доступа к ее платежным реквизитам в личном кабинете на госуслугах. После этого деньги перечислят на банковский счет матери-героини. Ну а пока для получения средств все еще нужно предоставлять справку с реквизитами. Ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий смогут получить от регионов квартиры, которые оказались невостребованы уволенными с военной службы гражданами. Закон об этом одобрил Совет Федерации. На предоставление жилья, согласно документу, смогут рассчитывать также ликвидаторы радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в них, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами. Эксперты считают, что закон позволит таким людям легко решить жилищную проблему в случае необходимости переселения в другой регион. Например, если ветерану нужно переехать поближе к детям и внукам. И в продолжении информационного блока наша рубрика «Актуальный вопрос». Сегодня мы спросили у эксперта, как можно помочь нашим военным, которые находятся на передовой. Давайте послушаем ответ. Помочь бойцам можно в рамках проекта «Народный фронт. Все. Для победы». Теперь любой желающий помочь бойцам из Санкт-Петербурга, находящимся на передовой, может сделать это через приложение онлайн-банка или при помощи реквизитов в любом удобном для него отделении. Информацию о реквизитах вы можете найти на странице ВКонтакте «Народный фронт. Санкт-Петербург». Также в нашем офисе на Марата-82 мы продолжаем ежедневно принимать гуманитарную помощь. А именно, петербуржцы могут принести бронежилеты, каски, рации, квадрокоптеры, тактические аптечки, аккумуляторы для электронных устройств, тепловизоры, бинокли, спальные мешки, новые теплые вещи и зимнюю обувь, средства обогрева, а также вкусные подарки для бойцов, картинки и открытки и письма от школьников или детей для бойцов, которые находятся в зоне СВО. Продолжаем наш эфир и сегодня поговорим о единой квитанции ЖКХ. Новая единая квитанция для оплаты услуг ЖКХ будет введена в 2023 году. Платежка появится после создания расчетного центра Санкт-Петербурга. В документе с единым вычетом будут объединены платежи за электроэнергию, капремонт, водоснабжение, вывоз мусора и другие коммунальные услуги. Когда она появится? Что изменится? И зачем вообще нужен единый расчетный центр? Проще ли будет разобраться, за что мы и кому мы платим деньги? Эти и другие вопросы мы решили обсудить с нашим гостем Денисом Шабариным, генеральным директором единого информационно-расчетного центра Петра Электросбыт. Добрый день, спасибо, что нашли время побеседовать. Давайте начнем с простого. Вот в 2023 году появляется единая квитанция. Мы ее получим прям 1 января? Вопрос, конечно, с одной стороны простой, с другой сложный. Утверждена форма единого платежного документа. Работала большая группа людей, экспертов, представителей организаций, жилищный комитет, комитет по энергетике. Разработана форма. То, что выпускает сейчас Петра Электросбыт, по этой зоне выйдет новый платежный документ как раз по этой форме. На нем будет новый логотип, новое название. То, что касается привычной розовой квитанции, она выйдет тоже в январе, но в старом виде. Почему это происходит? Потому что процесс миграции из одной системы в другую, он достаточно сложный. И чтобы не было ошибок, мы будем это делать не спеша. Начиная с маленьких объемов, постепенно увеличивая. У нас по нашим планам это займет от года до двух лет. Когда квитанция станет единственной единой, когда туда войдут и все услуги, и будет новая форма. То есть я правильно понимаю, что нужно договориться со всеми поставщиками коммунальных услуг, чтобы они согласились забрать у них их данные? Или как это? В чем протяженность? Сейчас есть два расчетных центра. ВЦКП и ЕРЦ Петроэлектросбыт. В квитанции Петроэлектросбыт и сейчас базово три услуги. Это электроэнергия, мусор и фонд капитального ремонта. В квитанции ВЦКП, в розовой так называемой, услуги по ремонту и содержанию жилья и коммунальные услуги. Отопление, вода, водоотведение. Ну и в нашей ЕРЦ Петроэлектросбыт тоже есть часть этих услуг. Вот первым этапом будет объединение двух расчетных центров. Что есть в этих двух квитанциях, будет постепенно переходить в одно. А есть ряд, ну большое количество управляющих компаний, которые выпускают свою квитанцию в других расчетных центрах. Есть ресурсники, которые выпускают свою отдельную квитанцию. Есть Межрегионгаз, который выпускает отдельную квитанцию за газ. То есть набор квитанций может достигать 7-8 штук по там отдельным квартирам. И вот это вот нам предстоит объединять. Это переговоры, обсуждения, миграции, аккуратненько, не спеша, с уведомлением жителей. Поэтому вот у нас в планах два года. Ну и как раз вы затронули количество квитанций. Я предлагаю посмотреть сюжет моего коллеги Алексея Смирнова, который подготовил небольшую справку о том, сколько и каких квитанций можно вообще получить. Давайте посмотрим. Давайте. Сегодня петербуржцы получают сразу несколько квитанций на оплату ЖКУ. В основном это счет от ВЦКП жилищное хозяйство, квитанция на розовых бланках, и электроэнергии от Петроэлектросбыта на белых листах. Жители газифицированных домов также платят за газ. Кроме того, некоторым за отопление и горячее водоснабжение приходит отдельная квитанция от ТГК-1. Такое количество разных документов неизбежно ведет к неразберихе. И если молодежь старается все оплатить через интернет, то представителям старшего поколения приходится скрупулезно собирать и сортировать все бланки и оплачивать их вручную. Кроме того, у каждой организации своя комиссия, которую петербуржцы платят с каждой квитанцией. А иногда по ошибке приходят двойные платежи, и приходится тратить свое время, чтобы разобраться и не платить двойную сумму. Для того, чтобы облегчить и упростить оплату услуг ЖКХ в Петербурге, и вводят единую квитанцию. Сегодня жилищное хозяйство обслуживает около 1,6 млн лицевых счетов, а Петроэлектросбыт почти 3 млн. Для введения единой квитанции сформируют общую базу, и жители нашего города будут платить за коммуналку удобно, одним платежом. Ну и здесь будет логичным вопрос. Делается эта единая квитанция для жителей конкретно для чего? Только для удобства или есть какие-то еще плюсы? Есть еще плюсы. Ну, во-первых, удобство – да. Когда у тебя несколько квитанций или одна, удобнее смотреть по одной. Потом к этой единой квитанции сопутствующей будут идти интернет-сервисы. То есть единый личный кабинет, мобильное приложение современное. Ну и, наверное, самое главное, что все консультации очно, ну то есть прийти, проговорить можно будет в наших центрах приема. Сейчас, допустим, по розовой квитанции, чтобы вам получить консультацию, задать вопрос, вам надо идти в свой ЖЭК, в свою управляющую компанию, которая находится, как правило, рядом с местом вашего проживания. А по другой квитанции в другое место, если бежать, 30 кабинетов. Да, и более того, туда можно прийти только в рабочее время. Чтобы вам решить вопрос, вам надо отпроситься с работы, потратить свое время и прийти выяснить. У нас же можно будет обратиться в любой ближайший центр. У нас сейчас открыто 68 центров, они все сохранятся, возможно, будет увеличено количество их. Можно отпроситься с работы в обед или после работы зайти в выходной день, потому что у нас работают выходные дни. Наверное, вот это главное, то, что будет принцип экстерриториальности. Решить вопрос будет в удобном месте. Хорошо, а для Петербурга, что сделает эта квитанция вот именно нашему городу? В чем плюс для города такой квитанции? Для города, если брать город как органы власти, это управляемость процессом начисления и сбора платежей в ЖКХ. Потому что когда много расчетных центров, управляющие компании самостоятельно начисляют, ресурсоснабжающие. Жителю непонятно, он даже жалуется, а орган исполнительной власти не может ответить, потому что он не владеет информацией, оно все в разных местах. То есть это, опять же, нужно органам власти через несколько тоже кабинетов сообщений, писем получать информацию из разных точек, по сути? Ну, это, как правило, да, надо запрашивать. А у нас планируется, что мы будем делать рабочие места, которые позволяют даже без запроса смотреть, решать какие-то отчеты, выгружать. То есть контролировать процесс оказания этих услуг. Хорошо. Плюсы понятны, просты и для жителей, и для города. Но возникает вопрос, который не дает мне конкретно покоя. При объединении нескольких квитанций в одну. Не может ли получиться так, что какие-то данные об оплате могут утеряться, и человеку придется дважды, трижды заплатить за какую-то услугу? Может, цифры где-то будут не сходиться? Или с этим проблем не будет? Да с этим проблем не будет. Почему? Потому что, ну, когда объединяются две системы, и в одно, и в другое, достаточно серьезная система хранения данных. Я даже не представляю, как они могут потеряться. Когда вот берешь одну базу данных, сливаешь с другой, ну, это невозможно. Это такое страшное нарушение. Возможно, какие-то изменения будут в плане начислений, алгоритмов. Но, опять же, это приведение к единому алгоритму в соответствии с законом. Потому что, ну, есть управляющие компании, которые достаточно вольно трактуют законодательство. Законодательство написано сложно. И когда это начисление переходит в единую квитанцию, может измениться чуть метод начисления. Стать или чуть меньше, или чуть больше. Но мы, так как мы большая организация, и с государственным участием, мы делаем только по закону. То есть, в соответствии с законом мы не можем по-другому. Мы не можем обеспечивать все то разнообразие алгоритмов, которые есть сейчас в городе. Это вот знаете, как сравнить маленький семейный магазин с гипермаркетом. Вот мы гипермаркет, там все, может быть, не так душевно, как в маленьком, где тебя там знают по имени, обслужат хорошо. У нас попроще, но зато у нас все учтено. Глобальный сервис в одном месте. Учтено, все в одном месте, все описано, все контролируется. Ну, деньги любят счет. Хорошо, тогда единое квитанство. Давайте представим, что вот у меня в руках единое квитанство. Я смотрю, в ней все будет подробно описано, потому что ключевой момент, когда ты получаешь платежку, за что и сколько я плачу. Можно ли будет четко разобраться по каждому пункту, или это какие-то общие мазки, можно сказать, будут? Нет, будет достаточно легко. Единая квитанция, она имеет несколько уровней восприятия. То есть, если визуально на нее смотреть, верхняя часть ее для людей, которые не хотят разбираться, которые платят из месяца в месяц одну сумму, там фамилия, адрес и сколько начислено по услугам. То есть, он взглянул вроде как бы так же, как всегда. Ускоренный вариант про чтение квитанции сразу же. Если что-то вдруг так, ага, 30 рублей больше, опускаемся ниже, там уже разбито по услугам. То есть, можно посмотреть, по какой услуге больше стало. А что это такое? Перерасчет или там показания не дошли по среднему начисли. Ну и ниже вообще детальная таблица для тех, кто очень хочет углубиться в расчеты. И там, ну, очень детально. Ну, то есть, можно не переживать, все будет полностью понятно для всех. Ну, квитанция требует того, чтобы приложить какие-то усилия, разобраться. Это не две цифры. Но при желании это можно. Если вдруг очень сложно, то можно прийти в наш центр, мы поможем. То, что вы, в сюжетах были правильно сказаны, много людей пожилых, которые не очень хорошо с компьютерами общаются, приходят, объясняем пальцем, вводим. Вот смотрите, вот это умножили на это, получился. А, понятно, спасибо. Ну, прекрасно, если еще и такую консультацию можно получить. Потому что я сам не всегда понимаю, мне даже, может, иногда понадобится такая консультация. Приходите в наш центр, объясним. Давайте тогда поговорим о, к сожалению, тех людях, которые все-таки есть, под названием мошенники. Вот, какое-то время займет переход на единую квитанцию. И в это время могут мошенники же активизироваться, начать присылать свои бланки, дескать, вот по номеру телефона переведите, пожалуйста, до чего три цифры на карте напишите. Как от этого защититься? Ну, от этого защититься очень легко. Сейчас квитанции, которые выйдут в декабре, и наша, и ВЦКП Роза. Уже в этом декабре? В этом декабре на обороте будет информационное сообщение, где будет рассказано о том, что два расчетных центра объединяются, и все условия, какие будут квитанции, когда что. И ниже будет кваркод. Кваркод ведет на страницу, где печатаются все новости. Изменится фирменный стиль, будет новый логотип. Там будет размещена форма квитанции. И человек, взяв свою квитанцию, перейдя через кваркод на страницу новостей, может посмотреть, что изменилось, что как. А в январе уже выйдет и у ВЦКП, и у нас квитанция с логотипом нового предприятия. Он будет называться «Ирск Санкт-Петербург». И, соответственно, можно будет. Будет также размещен, скорее всего, на этой квитанции и кваркод, который ведет на сайт жилищного комитета, где тоже все самое будет размещено, и можно сравнить. Получил квитанцию, захожу по ссылке на сайт «Новый Ирц». Ага, похоже. Не верю. Ага, захожу в жилищный комитет. Но тут уже не верить нельзя, потому что это органы исполнительной власти. Все совпадает, иду платить. То есть все в порядке, наоборот, и еще раз даже подчеркну для наших телезрителей, и себе, чтобы запомнить тоже, наобороте квитанции, которая сейчас будет в декабре, можно прочитать подробную информацию о том, что произойдет, какие будут изменения, и даже логотип там новый уже будет. Логотип новый будет в январе. А здесь будет QR-код, по которому можно перейти на сайт, где все подробно описано. А давайте представим, что я бабушка, у которой нет телефона с камерой. Я не могу отсканировать QR-код, я могу вам позвонить. Куда я могу позвонить, чтобы уточнить, вот квитанция пришла, оно или не оно? Меня пытаются обмануть или надо платить? Ну, опять же, смотрите, бабушка, она же квитанция. Лучше тогда, если не верит, прийти, потому что, представьте, звонит нам бабушка и говорит, а я вот что-то получила, оно или не оно платить, мы что скажем, плати не видя. Ну, то есть, опять же, консультация, лично прийти? Ну, конечно, бабушки, они любят к нам ходить платить. Пришла, она же придет платить по этой квитанции, спросит, ваша, мы скажем, наша. И все точно, в нужном месте, никаких мошенников, ничего вообще. Если не наша, мы бабушке скажем, не надо платить. Хорошо, у нас остается буквально 2-2,5 минуты, поэтому несколько вопросов. Смотрите, не понаслышке знаю, что в Ленинградской области проблемы с оплатой в несколько квитанций не существует. Там приходит одна квитанция, есть мобильное приложение, где можно все сразу удобно сделать. А в Петербурге этого еще нет. Почему столько времени это все занимает перейти? Ну, это сложный процесс. Расчетный центр, это деятельность, похожая на банк. На самом деле, это сложные расчеты, потому что, допустим, если взять теплоснабжение, только схем теплоснабжения, там точно больше 10, каждый имеет свои особенности расчетов. Это не так просто, как кажется. Не все посчитаешь просто на калькуляторе. Поэтому это требует подготовки определенной. А как у вас получилось в Ленинградской области так быстро наладить систему? Потому что вы были руководителем всего этого проекта в Ленинградской области для удобства жителей по оплате коммунальных услуг. По сути, единая квитанция уже есть в Ленинградской области? Да, она уже с 2015 года. То есть 7 лет уже запустила. Как вы так смогли быстро сделать? Ну, это не быстро. Несколько лет потратили на это. Здесь мы планируем потратить на это 2 года, а в Ленинградской области мы к этому шли около 5 лет. Поэтому здесь будет быстрее, чем там. Это мне показалось, что быстро прилетело. Ну да, потому что она к вам пришла уже сразу готовая, а мы этот путь шли по районам. Для нас он был долгий. Хорошо. И тогда я тоже поинтересуюсь, опять же, личный вопрос. Приложение мобильное в Ленинградской области очень удобное приложение. Появится ли оно такое же удобное здесь, в Петербурге? Да, конечно, появится. Сейчас мы адаптируем наше существующее приложение, включим туда несколько удобных вещей. А новое приложение уже пишется. Оно пишется, мы ожидаем его весна, лето. Будет абсолютно новое приложение. Там изменится интерфейс, данные? Ну, данные не могут измениться. Начисление оно, какое есть, такое и будет. Изменится интерфейс, изменится, там есть модная английская, сноуловая юзабилити, то есть клиенту станет проще. Да, дружелюбность. Станет проще находить, более понятно. Будет оно лучше. Оно будет похоже по логике на то, что есть в Ленинградской области. Хорошо. Ну и я тогда подведу итог. Буквально за 15 секунд. Смотрите, с 1 января мы не получим новую единую квитанцию, но информацию об объединении мы получаем на квитанции. Логотип мы увидим тоже в январе. В январе. Квитанция будет по новой форме. По новой форме. И в течение нескольких лет полностью совершится переход после успешных переговоров. То есть за всеми изменениями мы будем прям следить и получать их, грубо говоря, на почту. Да, примерно так. То есть в течение 2023-2024 года район за районом жители будут получать новую квитанцию, обновленную и единую. Об этом мы будем уведомлять, потому что мы будем делать по территориям пойдем. Такой-то район со следующего месяца у вас новая квитанция. Форма показали, выпустили. Спасибо вам огромное. Я разобрался в этой теме. Надеюсь, и вам эта информация была максимально полезна. Я напоминаю, мы беседовали с Денисом Шабариным, генеральным директором единого информационно-расчетного центра Петроэлектросбыт. Это были главные темы, о которых мы хотели поговорить сегодня. Если у вас остались вопросы или мы рассказали не все, пишите нам, и мы обязательно вернемся с ответом. Я Леонид Филиппов. Объясняем СПБ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова